Сегодня Чуваша заключила одно из самых дорогих соглашений о строительстве инновационных энергоцентров на сумму более 5 миллиардов рублей. Третий день Петербургского международного экономического форума называют самым важным. На пленарном заседании выступил Владимир Путин. За событиями следит наша съемочная группа. Татьяна, тебе слово. Здравствуйте, коллеги. В начале дня у делегации Чуваши было несколько встреч. На площадке Росмолодежи подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Ксения Разуваева оценила создание в администрациях муниципалитетов должностей советников и назвала республику флагманом развития молодежной политики. Прошел аудит молодежной политики в регионе. И как раз мы вместе выработали целый набор мер, которые необходимо принять для того, чтобы достроить систему. Большое внимание уделяется теме молодежной политики. У нас сейчас и развитие темы молодежного туризма, развитие сети пеших маршрутов, то, что мы сейчас с коллегами обсуждаем. Наша всероссийская программа по молодежному предпринимательству – это отдельная задача. Создание творческих пространств арт-резиденции, развитие детского движения. У нас сейчас на территории республики открывается огромное количество первичных отделений. Ну, то есть, на самом деле, у нас сегодня молодежная политика уже, ну, скажем так, начинается от мало, от школьного возраста. И это уже, так не знаю, 35 – это состоявшиеся молодые специалисты. В прошлом году на Питерском международном экономическом форуме был озвучен термин «устойчивое развитие по принципам ЕСЖ». Регион тогда подписал соглашение о начале работы в этом направлении. И уже через год Чувашию называют лидером по внедрению принципов ЕСЖ-повестки. Об этом говорили на деловом мероприятии агентства ТАСС. У нас есть задача развития отраслей экономики и социальной сферы. И мы, конечно же, решили для себя, что мы должны комплексно, как обычно, подойти к решению этой задачи, посмотреть на то, что мы имеем в распоряжении, посмотрев на перспективу развития, через стандарты или через призму устойчивого развития организовать нашу деятельность таким образом, чтобы они были комплексные, чтобы они синхронизированные. За счет этого выбирать такие технологии, которые нам позволят достичь тех показателей, которые мы обозначили как стандарты жизни. При этом минимизируем ущерб для экологии, минимизируем последствия, ну и соответствующим образом, значит, двигаемся в будущее. Правительство Чуваши, Трансэнергопром и Трансмашхолдинг подписали соглашение о строительстве инновационных энергоцентров на сумму более 5 миллиардов рублей. В этом году будет реализован первый пилотный проект. Сегодня стартовало строительство газопоршневых установок на территории, которое позволит снизить дефицит электроэнергии, сдержать тарифы и не только в электрической энергии, но и в тепловой. Потому что первый проект в селе Шоршелла будет построен таким образом, что он станет дополнительным источником, в том числе и тепловой энергии, которая обеспечит качество теплоснабжения, которая позволит уменьшить затраты на теплоснабжение. И надеемся, что в этом году с точки зрения теплоснабжения жалоб селе Шоршелла не будет. Мы будем основываться не просто на технологичности, а самое главное на тех технологиях, которые основаны прежде всего на научной новизне, я бы так сказал, основаны на неких научной новизне, но и, конечно же, полностью соответствуют современным веяниям. И для этого готовы создавать в том числе, если будут необходимы, специальные научно-технические центры и соответствующим образом обеспечивать. Сегодня стал известен и национальный инвестиционный рейтинг. Косич у Ваши заняла 19 место. Мы сохранили позицию в 20-ке ведущих регионов страны, но есть еще к чему стремиться. По оценке экспертов, для высокого места не хватило более плотного взаимодействия с территориальными федеральными органами власти. Конечно же, сделаем очень тщательные выводы, проанализируем и переиначиваем нашу работу и очень плотно будем взаимодействовать, прежде всего, с бизнесом. Мы сейчас очень серьезно перезагрузили, я бы так сказал, наши отношения. Буквально недавно мы заслушали концепции и планы их деятельности, как деловой России, опоры России, торговые промышленные палаты. И это было как раз начало перезагрузки нашей деятельности с тем, чтобы через такое тесное взаимодействие понять, какие вопросы еще остаются неохваченными и какие проблемы на самом деле доставляют неудобства бизнеса. Между тем, пришла и приятная новость. Чуваша впервые в истории заняла второе место в стране и первое в ПФО по индексу промышленного производства. В январе-апреле 2023 года он составил 114,6%. Для нас очень радостная новость. Это, на мой взгляд, результат прежде всего той большой работы, которую правительство проделало за последние годы. Прежде всего по созданию различных мер поддержки и сопровождения больших, прежде всего, инвестпроектов в регионе. Как уже мы знаем, что по итогам 2022 года мы фиксируем почти двадцатикратный рост поддержки промышленности относительно 2020 года и много других факторов. Ну, а самое главное, на мой взгляд, это результат того, что наши предприятия, промышленность очень быстро сориентировались и смогли, скажем так, подхватить те возможности. Сейчас главная задача не просто удержать эти показатели, но и не снизить темпы роста. В следующем году Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика из Санкт-Петербурга.